1 февраля 1800 года произошел морской бой между фрегатом военно-морских сил США USS Constellation и фрегатом военно-морских сил Франции La Vengeance в рамках необъявленной войны на море между Соединенными Штатами Америки и Французской Республикой. В результате битвы американский корабль нанес серьезные повреждения французскому. Последнему удалось скрыться. В конце XVIII века французский флот полностью патрулирующий всеатлантическое побережье США наносил убытки американскому торговому судоходству. Увеличение грабежей потребовало срочного возрождения военно-морского флота Соединенных Штатов, который к началу XIX века уже насчитывал около 25 судов. Патрулируя южное побережье США от французских атак, коммодор Томас Тракстон привел эскадру к Маломантильским островам. Узнав о наличии в данном регионе регулярных французских военно-морских сил, Тракстон на флагманском корабле USS Constellation направился к берегам Гвадилупы. 1 февраля 1800 года, приближаясь к французской колонии, USS Constellation встретился с французским фрегатом La Vengeance. Его капитан, Франсуа Мари Пита, попытался уклониться от морского сражения, но ему это не удалось и он был втянут в трудный бой с Тракстоном. Хотя французы дважды капитулировали, Тракстон не смог захватить La Vengeance. В конце концов Пите удалось бежать на Кюрасао, получив серьезные повреждения судна. Американский корабль направился на Ямайку для ремонта. Предыстория. В 1800 году необъявленная война на море между Соединенными Штатами Америки и Французской Республикой, так называемая квазивойна, была в самом разгаре. Основные действия проводились в водах американского континента военно-морским флотом США против французских каперов, уничтожавших торговое судоходство. В данном регионе, четыре эскадры ВМФ США дислоцировались в Карибском бассейне для предотвращения атак на торговые суда. Эскадре под командованием коммодора Томаса Тракстона было поручено патрулирование Малых Антильских островов. К 19 января 1800 года в состав эскадры Тракстона входили четыре фрегата, три шхуны, а также один «Мэн оф Уор». 21 января Тракстон прибыл на Сент-Кристофер, остров в архипелаге на Ветреной острове, расположенном в восточной части Малых Антильских островов, и принял командование патрулированием. У Сент-Кристофера Тракстон рассредоточил свою эскадру, назначив каждому кораблю свой маршрут патрулирования. Сам же коммодор на флагмане USS Constellation 30 января 1800 года направился к берегам Гвадилупы, намереваясь перехватить французов. Позже в своем докладе он писал, помимо многочисленных каперов, французские военно-морские силы в районе островов были представлены фрегатом «Ла Вен Джанс» под командованием Франсуа Мари Питта и корветом «Ла Берсе» и «Синиша». Оба судна прибыли в Гвадилупу 10 декабря 1799 года, сопровождая нового управляющего французской колонии «Питта на Ла Вен Джанс» отплыл из Бастера во Францию. На тот момент на борту американского фрегата было 38 орудий, несмотря на то, что по официальным данным военно-морских сил США должно было быть 36. Ранее вооружение USS Constellation состояло из 24 фунтовых пушек, однако бой USS Constellation с «Ленерджент» 9 февраля 1799 года показал их неэффективность, в результате чего вооружение корабля было модернизировано. Теперь оно состояло из 28-18 фунтовых пушек и 10-24 фунтовых коронат. Дракстон и его команда были опытными моряками, хорошо подготовленными к бою. Французы, напротив, были не готовы к стычкам. Бригад «Питта» перевозил большой груз золота, а также 36 американских военнопленных и 80 пассажиров, двое из которых были генералами. При таких обстоятельствах «Питта» стремился всеми возможными способами избегать конфликтов, несмотря на значительное вооружение. На борту фрегата «Ла Вен Дженс» в то время было 8 42 фунтовых коронат, 28 18 фунтовых и 16 12 фунтовых орудий. Случаи абордажа французы также имели явное преимущество. Команда USS Constellation состояла из 310 человек, в то время как французского судна из 380 сражения. 1 февраля 1800 года в 7 часов экипаж «Тракстонна» заметил фрегат, шедший под британским флагом в двух лигах от рейда «Бастера». Чтобы наладить контакт с фрегатом, «Тракстонн» также приказал идти под британскими цветами. «Питта» заметил американский корабль в 7 часов 45 минут, полагая, что судно преследует его, он попытался избежать конфликта и изменил курс, чтобы плыть по ветру. Они на север, как предполагалось, для увеличения скорости французы даже поставили дополнительные паруса. Видя такое поведение неопознанного фрегата «Тракстонн» пришел к выводу, что столкнулся с французским военным кораблем и погнался за ним. В 8 часов он убрал британские цвета и поднял американский флаг, догнав французов «Тракстонн» предложил им сдаться. В этот момент кормовые орудия «Питта» открыли огонь по американскому фрегату и завязался бой. Чтобы преимущества американцев скорости не было столь значительно, «Ла Венджанс» сменил курс на юго-восточный, на котором ветер давал им преимущество. Американский фрегат не открывал ответный огонь, пока не оказался с наветренной стороны от французского. Получив такое преимущество, он выполнил двойной залп в левый борт «Ла Венджанс», двигаясь бок о бок. Оба фрегата продолжали перестрелку в течение двух с половиной часов, пока «Тракстон» безуспешно пытался развернуть свой корабль, чтобы дать залп вдоль французского судна. Так как французы в основном старались атаковать снасти противника, то в какой-то момент им удалось повредить паруса передней мачты, и американский фрегат потерял маневренность. Когда в 22 часа 45 минут два фрегата сблизились, моряки «Ла Венджанс» были готовы брать американское судно на абордаж. Однако эта попытка была пресечена кортечными залпами с борта USS Constellation, то время как американские морские пехотинцы стреляли из мушкетов и бросали гранаты. Когда французское судно отошло, между ними продолжился пушечный поединок, затянувшийся до 2 часа 2 февраля 1800 года. Пока французы не капитулировали во второй раз ранее, Питта уже пытался капитулировать, но американцы не заметили этого из-за темноты. «Тракстон» приблизился к побежденному противнику, планируя забрать вражеский корабль в качестве трофея. Однако в 3 часа грот мачта американского фрегата упала за борт. Убив несколько моряков, Питта воспользовался ситуацией и скрылся в темноте. Последствия оба фрегата оказались значительно повреждены. Их состояние было настолько плохое, что каждый командир думал, что в бою победил он. Большая часть оснастки «Ла Венджанс» была повреждена. Только нижняя фок мачта, нижняя бизайн мачта и бушприта остались целыми. Питта взял курс на Кюрасау и был вынужден вытащить свое судно на берег, чтобы предотвратить его затопление. Количество пострадавших французов неясно. Официальные французские источники сообщали о 28 убитых и 40 раненых, в то время как записи на Кюрасау следовало, что французский фрегат потерял 160 человек. На Кюрасау Питта ждали дальнейшие неприятности. Фрегат был выведен из строя на несколько месяцев из-за сложных взаимоотношений с местными голландскими чиновниками. Позже французская экспедиция доставила необходимые для ремонта материалы. Когда взамен Питта попросили помочь атаковать остров, он отказался и вернулся в Гвадилупу. Американский фрегат, также получивший значительные повреждения, потерял 15 моряков убитыми и 25 ранеными, из которых 11 впоследствии скончались. Корабль направился в Порт-Райя на необходимый ремонт, который, однако, не был завершен из-за нехватки материалов. USS Constellation покинул Ямайку через неделю, когда была заменена грот Мачта. Сопроводив конвой из 14 торговых судов США, Тракстон направился в Хэмптон Роудс для завершения ремонта. Только после возвращения в Штаты коммодор узнал, что Лавендженс не был потоплен. Тракстон был признан героем и получил значительное вознаграждение из-за своих действий. За бой спида Тракстон получил золотую медаль Конгресса США.